Здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам рецепт очень вкусных рулетиков из баклажанов. Эту закуску можно подавать на праздничный стол и готовить ее, конечно же, каждый день. Для этих рулетиков понадобятся баклажаны. Выбирайте баклажаны крупные, более ровные и длинненькие, чтобы вам легко их можно было нарезать на слайсе. Помидоры, чеснок, твердый сыр и майонез. Баклажаны я нарезала. Теперь можно поступить двумя способами. Можно эти баклажаны замочить в соленой воде на некоторое время, хотя бы на час, чтобы ушла горечь. Можно просто пересекать солью, потом сполоснуть их под проточной водой и просушить на бумажном кухонном полотенце. Я буду их пересыпать солью, потом сполоснуть, просушу и обжариваю на сковородке на подсолнечном масле. Здесь же что же можно поступить по-разному. Можно обжарить на сковородке, а можно включить духовку, если вас не напрягает жара. И на смазанный противень выложите баклажанчики и сбрыснуть их сверху подсолнечным маслом. И минут 8 пропечь в духовке до готовности. Баклажаны полежали буквально 15 минут. Смотрите, выделяется сок. Вы попробуйте эти пластинки на вкус, если они не очень соленые, а так как раз нормально. Значит, этот сок можно просто промокнуть салфеточкой или бумажным полотенцем и обжаривать баклажанчики. Если же вам показалось пересоленные, значит прополосните под проточной водой, тоже обмакните полотенцем и тогда уже жарьте. Жарятся они очень быстро. Не наливайте много подсолнечного масла, чтобы они не плавали, потому что баклажаны очень сильно впитывают подсолнечное масло в себя и будут жарноватые. Пластинки немножко зарумянились, они уже стали мягкие. Значит, баклажанчики уже готовы. Баклажаны пожарила. Теперь им нужно полностью остыть. А я, тем временем, приготовлю начинку. В майонез нужно пропустить чеснок через пресс. Сыр, как вы видите, я уже натерла. И нужно нарезать помидоры. Чеснока добавляйте по своему вкусу, насколько острое вы любите. Можно сыр смешать с майонезом, но я буду посыпать поддельно. Если у меня останется майонез, я его легко использую. Другое блюдо. Майонез готов. Теперь нужно нарезать помидоры. Помидоры я нарезаю на 4 части и вырезаю хвостики. Выбирайте помидоры небольшие и твердые, для того, чтобы они сохраняли свою форму. Намазываем полностью пластинку баклажана майонезом. Посыпаем сыром. Краешки пластинки оставляем непосыпанные, для того, чтобы рулетик легко склеился. Выкладываем помидорчики и скручиваем рулетик. Вот такие вот рулетики получились. Нарядные, красивые и вкусные. Украсить их можно по-разному. Можно выложить рулетики на листья салата. Можно украсить зеленью укропа или петрушки. Это уже по вашему вкусу, по вашим возможностям. Какие продукты у вас есть, такими украшайте. Я украсила помидорами и зеленым луком. На этом я с вами прощаюсь. Готовьте с удовольствием, радуйте своих близких. Подписывайтесь на канал. Всем пока, всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!